Аппаратно-программные средства центров здоровья, датчик биомедицинской информации, техническое обеспечение хирургических операций – это только некоторые из тем, которые прозвучат на 30-й Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов. Она носит названия «Биотехнические, медицинские, экологические системы и робототехнические комплексы». 30-я конференция необычна тем, что проходит на стыке двух областей – измерительной техники и медицины. Конференцию изначально мы задумывали для всех возрастов, то есть это и студенты, и аспиранты, и специалисты, и доценты, и профессора, с целью обмена опытом для взрослых и для молодых, возможность посмотреть, обучиться, чему-то научиться и в будущем использовать методики, подходы, результаты работы более старших товарищей. В конференции участвуют 18 городов. Докладчики прибыли из Москвы, Казани, Уфы и Ежкаралы. Присутствуют и представители конструкторского бюро «Аврора» и компании «Еломет». Последние разрабатывают медицинские приборы и технику. Конференции, проходящие на стыке областей, когда научные работники, инженеры, студенты могут поделиться друг с другом и повысить свою квалификацию, они нами целиком и полностью приветствуются, я считаю, чрезвычайно полезными для развития университета. Тем более, что это как раз та сфера, в которой наш университет может принести существенную пользу нашему региону. Исследователи представят более 200 докладов. Почти половина докладчиков – представители радиотехнического и медицинского университетов. Галина Пупченко выступает на конференции впервые. Ее доклад также посвящен исследованию двух, казалось бы, несовместимых областей. Медицинские информационные системы помогают улучшить помощь фармацевтическую в детской больнице города Москвы, в Морозовской детской и городской клинической больнице. И помогают оптимизировать работу как персонала, так и улучшить обеспечение пациентов. Предыдущие конференции уже принесли не одну технологическую новинку в сферу медицины. Например, аппаратно-программный комплекс хрономагнитотерапии «Мультимаг-МХ». Его используют для лечения широкого круга заболеваний комбинированным воздействием на организм магнитными полями. Комплекс разработали и собрали на базе радиотехнического университета. Им оснастили больницы не только Рязани, но и городов России, а также медицинские учреждения в Венгрии, Германии и Израиле. И это только одно из большого числа изобретений. Конференция в Рязанском радиотехническом университете продолжится завтра. Будем надеяться, что идеи, предложенные сегодня, позволят улучшить медицинскую диагностику и лечение. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.